вот эти вот все природные богатства в том числе и грибы и предположим растения которые могут как то не то что контролировать а уравновесить нашу нервную систему это то есть получается нам все во благо это не считается что мы как-то искусственно создаем себе хорошим бесполезных вещей то нету все что создано богом создано для чего то ведь люди думают о том что балбес один который нам рассказал по поводу того что человек произошел от обезьян он сознательно задурил голову то все по этому поводу человеческий вид выведен посредством генной инженерии теми кого называют господами и кто по своему образу и подобию то есть из своего днк создал человеческий вид как роботов для освоения ресурсов собственно того что мы называем а вот этой планеты землей вполне вполне нормальная вполне разумное решение зачем создавать металлических роботов если лучше создать биологических которые смотрите их даже ремонтировать не надо они сами себе вот и все им просто нужно правильно управлять и этого достаточно и периодически модифицировать обновлять прошивку чудо и все замечательно все получается человеческие цивилизации обнуляются то есть а после того как вот эти 10 процентов днк которые использованы теми кто создает человеческий вид выходит из-под контроля то есть из 10 процентов через несколько поколений начинают проявлять те свойства и качества которые недопустимы для них потому что человек они боятся только одного что человек станет равным им по возможностям а это выход из под контроль понимаете вот поэтому детей травят постоянно все чудо никогда не были предназначены для чего-то полезного они предназначены только для того чтобы блокировать возможность эволюции человечества вида вот для чего все это говно существует все вот эти присадки в еду и все остальное все вот эти вот сигареты которые они дают бухло алкоголь все это предназначено только для того чтобы сдержать динамику эволюции человеческого вида и когда они уже это не могут сделать когда они не могут дальше сдерживать то они уничтожают и начинают заново и стернуть память и начинается новая история а им подсовывают еще бумажки якобы с какой-то старой истории которые когда-то там когда-то там случилось что люди где-то там на лошадях скакали да вот что-то там делали непонятными инструментами создавали совершенно непонятные вещи которые но невозможно создать при помощи этих инструментов и скажите любители например покурить траву да все равно же от бога нет траву это что такого-то это главное не химия здесь вопрос исключительно стоит в химии то есть в сигаретах содержится не табак если вы будете курить обычный табак во вторника ничего с вами не случится для этого и предназначен изначально кстати у вас не будет таких заболеваний замечательных как паразитарной инвазии в легких и у вас не будет грибковых заболеваний легких тоже если настоящий чистый табак один раз в неделю курить ничего страшного не случится никакого привыкания не вызовет а вот и другие растения это тоже можно потреблять точно также в виде возжигания и раньше все это делалось растение для этого предназначено вот а людям что подсовывают людям подсовывают химию посмотрите на производителей сигарет никто из них не рассказывает какое же говно там содержится почему же никто не рассказывает какое говно там содержится им разрешают не рассказывать то содержится в их сигаретах почему не рассказывают что содержится в детских чудо за зачем там соли ртути присутствует да есть какие-то объяснения конечно у них но они абсолютно несостоятельно дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание тот задали вопрос недавно поводу то что что говорит владимир вы думаете по поводу рептилоидной стереи в мире вы знаете людей завсегда чем-то пугали нельзя чтобы они были с расслабленными булочками и безобразие если люди не будут заморачиваться по какому-то страны обязательно должны быть в страхе что касается разных форм гуманоидных существ они всегда присутствовали здесь в том что мы называем с вами объективная реальность но вот эта площадка на которой человечество размещается этот сегмент кода он предназначен как раз для двуногих в данном пространственно-временном кластере а что касается ящера ящероподобных головастиков вот этих вот которые которых называют биороботами с большими глазами такие бесполые такие фуфунечки такие кокоши и тоши они тоже всегда присутствуют и если мы задираем наши головы и глаза глаза смотрят в небо и мы видим чистое небо это не говорит о том что там чуть-чуть это говорит о том что вы просто не видим и положены вот и все до людей не доносят те технологии которые существуют поэтому не надо нужно дозировано пугать наших дорогих людей газирована если сразу все тайное сделать явным как же потом пугать то не получится людям должны быть в страхе что они дают энергию это называется у некоторых гавахом вы думаю знаете особенно те кто давно на этом канале и имеют место быть слухать здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание